Мечта, которую они уже держат в руках, а значит сбудется все непременно. Заветные приглашения на грандиозный праздник Алые паруса севастопольским выпускникам вручают в Доме офицеров флота. Число 13 в данном случае счастливое. Именно столько подростков удостоены чести получить путевку. Подарок от Банка России за успехи и достижения. Едут дети, которых выбирают педагоги, школы, которых выбирают департамент образования, среди которых явно такой самый настоящий конкурс. И в принципе из Севастополя едет 13 человек. И 13 человек с остального Крыма тоже. Поэтому мы эту традицию уже третий год продолжаем. Мы знаем, есть великолепные отклики, отзывы и родителей, и детей, что это реально праздник, что это круто, что это запоминается. Это надолго. Поэтому нам приятно это делать. Мы это будем делать дальше. Победители и призеры Олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов. Лучшие из лучших. Они, конечно, гордятся своими успехами. Но еще эмоциональнее рассказывают о другом. Как уже мечтают побывать в Санкт-Петербурге. И с трепетом ждут, когда настанет тот самый незабываемый вечер. Во-первых, я начну с того, что я впервые буду в Питере. Я думаю, это для меня очень важное событие. И то, что я так заканчиваю школу, вот таким вот событием, это просто замечательно. Я очень рада, что мне выпала такая возможность. Я с первого класса иду к тому, чтобы получить золотую медаль. И на протяжении всей школьной жизни участвовала в различных мероприятиях. Это и спортивные какие-нибудь конкурсы. Например, рубеж, игра спортивная. В прошлом году я победила в федеральном этапе акции «Сделаем вместе» здравопитание школьника, отчего поехал в Артек. А выпускница второй билингвальной гимназии Эльза Рудковская в 11 классе стала призером Всероссийской олимпиады по французскому языку. Достойные результаты по этой же дисциплине показала и в других интеллектуальных состязаниях. Олимпиаде Санкт-Петербургского госуниверситета и Герценовской. В городе-на-Неве Эльза раньше уже бывала, но предстоящая поездка непременно станет самой яркой. Мне кажется, там будет очень красиво. У нас в прошлом году ездила девочка в школе, она сказала, что очень все круто, прям фееричный праздник. Она ни разу не пожалела, что съездила. Я подбираю уже платье, украшения, я готовлюсь там в поездку, морально тоже готовлюсь. Впервые праздник «Алые паруса» в Ленинграде состоялся 27 июня 1968-го. Появился он благодаря невероятно популярному в те годы фильму по мотивам повести Александра Грина. С годами торжество превратилось в масштабное музыкальное светопиротехническое шоу, собирающее тысячи гостей. В северную столицу съезжаются выпускники из разных уголков страны. Потанцевать под известные песни, встретить волшебную ночь, сделать памятные кадры и, конечно, полюбоваться главным символом праздника – Бригом Россия. Мы очень хотим, чтобы такой же праздник появился у нас, и на это есть большие надежды. У нас есть парусник с «Алыми парусами», мы все к этому готовы, поэтому я думаю, что переговоры по этому поводу произойдут. И в следующем году, может быть, или через год, наши выпускники также будут отмечать свой выпуск здесь в Севастополе, в большой феере «Алые паруса». А пока корабль своего детства севастопольские выпускники проводят по Неве и, конечно, загадают самое главное желание, чтобы большое плавание во взрослую жизнь было захватывающим и счастливым. Анастасия Синица, Михаил Волобуев, Новости Севастополя.